Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно самому избавиться от изжоги самостоятельной висцеральной техники на верхнюю часть живота. Поехали, смотрим. Для того, чтобы избавиться от изжоги с помощью висцеральной техники на верхний отдел живота, нам нужно несколько ориентиров. Первый – это примерные границы желудка. Они стоя, лёжа, в разных конституциях тела могут меняться. Вот эта область больше представлена в виде клапана перехода из желудка дальше в кишечник. Это примерная проекция антрального отдела с его клапанами, сфинктерами. А вот эта область представлена функциональным клапаном перехода из пищевода в желудок. Так вот, бывает, что несогласованная работа этих двух клапанов приводит к тому, что имеется избыток содержимого желудка, который клапан антрального отдела не пропускает. И недостаточная функция клапана перехода из пищевода в желудок. Таким образом, содержимое желудка может частично регургетировать, точнее забрасываться в пищевод и создавать поток движения вплоть до ротоглотки и изжогу вызывать. То есть, кислое содержимое желудка может вызывать изжогу в связи с несостоятельной работой этих двух клапанов. Как же их согласовать? Как сделать так, чтобы пища правильно попадала в желудок и, соответственно, вовремя выводилась из желудка дальше в кишечник? На одном из видео, которое сейчас в подсказках покажется, имеется полная работа, согласование работы клапанов. Поэтому, у кого есть проблемы с ЖКТ, в принципе, с прохождением пищи имеются запоры, регулярная тошнота и так далее. То есть, это видео для вас. Показываю дальше. Для того, чтобы согласовать проекцию антрального отдела желудка и проекцию перехода из пищевода в желудок клапана, нам нужно сделать следующее. Примерно в этих областях нужно их обозначить. То есть, у нас, где мечевидный отросток, примерно в этой области, немного выше него, находится как раз-таки проекция того самого клапана, который и является переходом из пищевода в желудок. Если мы хотим найти проекцию антрального отдела, то он находится по середине и немного левее расстояния середины между пупком и мечевидным отростком. То есть, от пупка до мечевидного отростка вы находите середину расстояния. И вот примерно эта область будет являться антральным отделом. Плюс-минус один сантиметр не имеет значения. Точнее, для того, чтобы попасть в эту область, нам нужно буквально на два-три пальца иметь вот такой вот захват и поставить сюда пальцы. Далее, хитрое дело. Нам нужно поставить как раз-таки в проекцию антрального отдела три своих пальца, как вам это будет удобно. А второй рукой нужно нащупать на месте проекции клапана перехода из пищевода в желудок на коже, прям непосредственно на мечевидном отростке, какие-либо болевые точки и держать здесь три или два пальца, ищем здесь болевые точки, прям легко нажимая на них. И как только вы находите какую-либо болевую точку в проекции этого клапана, нужно остаться здесь и не убирая руки с клапана антрального отдела, немного помассажировать эту болевую точку. Для того, чтобы связки этого отдела и этого отдела согласовались и нервная система вовремя включала или выключала нужный клапан. Потому что у нас все клапаны работают попеременно. Один закрылся, второй открылся. В данном случае, чтобы у нас здесь не собиралась излишка еды и вовремя из желудка пища эвакуировалась в кишечник, нужно, чтобы данный клапан открывался вовремя. И в это время данный клапан вовремя закрывался, чтобы не было заброса обратно содержимого желудка в пищевод. И это не вызывало изжогу. Поэтому еще раз пальцы находим точку и массируем до уменьшения болевых ощущений. Таких точек может быть несколько. Время массирования может занимать от 30 секунд примерно до минуты. Если время уходит на массаж больше, то желательно массировать до уменьшения болевых ощущений хотя бы в половину. То есть, если первичная боль была на 100, хотя бы сделать ее на 50%. Отработали так несколько точек, после этого нужно просто немножко повтягивать живот, повытягивать. И неважно, это какая конституция у человека. Это раз. Вообще, в принципе, чтобы ЖКТ работал более адекватно, во многих случаях желательно нормализовать, в принципе, работу с ЖКТ. И в некоторых случаях даже нужно попаститься. Но попаститься нужно очень грамотно и корректно, чтобы не было грубых побочных явлений. Кстати, о посте. Пост означает полное очищение сознания и тела. Эту программу придумали мои знакомые практики, которые включают в себя очищение на физическом, химическом, эмоциональном и энергетическом уровне. Эта программа включает в себя самодиагностику, знакомство с натуропатией, элементы голодания и, конечно же, улучшение общего физического и химического здоровья. Вы можете использовать мой промокод доктор Евгений для получения скидки в 10% на имеющиеся программы, которые также будут осуществляться через телеграм-бот и личное знакомство с авторами. Контакты я оставлю в описании, после чего вам нужно будет просто оплатить. Вторым моментом после согласования работы связок нужно активировать работу диафрагмы, чтобы помпа, насос мышечный диафрагмальный заработал качественно. Диафрагма сжимает в кольце мышечном пищевод таким вот образом. И, соответственно, если диафрагма будет работать адекватно, ее тонус будет нужный, то пищевод не будет вызывать дальнейших связочных и мышечных проблем. Техника для активации диафрагмы с левой стороны, по центру, с правой стороны представится сейчас в подсказках у вас. Не пропустите очень важное видео. Таким образом мы согласовали первое работу связок, второе активировали работу диафрагмы. И после этого нужно просто подвигаться, походить, пошевелиться для того, чтобы все эти связи головным мозгом, спинным мозгом скоординировались. После вы будете ощущать постепенное уменьшение регулярных изжог, а у кого-то и сразу это все пройдет. Вот таким вот образом можно избавиться от изжоги при острых состояниях. Если нужны какие-то более детальные техники, то не забывайте в подсказках и в посылке в описании есть готовые видео, где я показываю, как работать с ЖКТ полностью и комплексно. Не забывайте поделиться этим видео тем, у кого постоянные хронические изжоги. Поэтому рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok